Приветствую вас. Я думаю, начать нужно с того, чтобы сначала определить, какие отношения с мужем у вас сейчас, на данный момент. То есть, общаетесь ли вы с мужем, есть ли у вас какой-либо контакт или нет. Если контакт есть, то, конечно, им можно воспользоваться этим контактом для того, чтобы наладить взаимодействия, на таком, несколько лучшем уровне. Вот, это первое. Второе. Желательно извиниться, конечно, за то, что вы сделали. Вот, даже если вы не считаете себя виноватой. Вот, извиниться исключительно только лишь за то. Только лишь за то. Что здесь в чем будет действительно неправильно. Поскольку имеет место быть ссора, то вы по-любому, по-любому, в чем-то, где-то вы не правы. Это сто процентов. И, соответственно, очень важно было бы вот для вас этот момент преснить. Вот. Дальше идем, значит, следующее, что важно, это то, чтобы понять, из-за чего именно вы поссорились по своему, в чем была причина конфликта. Скорректировать свое поведение. Вот. И, соответственно, сделать все для того, чтобы ссора больше не повторялась. Очень важно понять и то, для чего вы поссорились и какой склад в конфликт каждый из вас внес. История это очень важная, потому что без нее невозможно будет вам ничем помочь. Вот. И, соответственно, это уже требует углубленного анализа. Вот. Сейчас вы можете написать мужу подкорректированное амортизационное письмо. Можете почитать в интернете, что это такое. Вот. Ну, это посудит началом вашего взаимодействия. Вот и сейчас основная задача, это наладить любой ценой взаимодействия. Либо если человек от вас закрылся, если человек с вами не общается, то в таком случае желательно, чтобы вы не трогали его, дали ему время немножечко отдохнуть и остыть. Вообще, по моему мнению, вы свои вопросы, Татьяна, задаете несколько некорректно, потому что мы не можем вам советовать. Да, психологи. Не советую. Не советую. Вот. Понимаете, психологи разбирают. Ситуацию и уже дают рекомендации. Вот. Вот. В принципе, так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если у вас остались дополнительные вопросы, я буду рад вам ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.